В эфире программа «День города» в студии Алены Куклевым. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. С очередными переплатами в сфере ЖКХ столкнулись рязанцы. В городе обсуждают создание новых остановок и в Рязанском театре драмы премьера спектакля. Пожалуй, ЖКХ – единственная отрасль, с которой каждый из нас имеет дело ежедневно. Видимо, поэтому специалистам в этой сфере себя считает каждый второй. Но даже таких всезнающих умудряются обмануть. Как не стать жертвой переплат, знает Валерий Седов. Каждый месяц мы платим за жилищно-коммунальные услуги, толпясь в очередях. И, пережив свой час мучений, довольны и возвращаемся домой. И сталкиваемся с новыми платежами. Дворник, лифтер, уборщица и даже диагностика лифтов, которые стоило бы заменить лет 15 назад. Жильцы домов уже перестали спрашивать что-то о законности этих сборов и просто отдают свои деньги. Само собой, это самый неверный способ. В 2014 году утверждена форма платежного документа в сфере ЖКХ. В этих формах отсутствуют какие-либо записи о платах дворникам, лифтерам и остальным. Поэтому, если вы сталкиваетесь с подобным, то задавайте вопросы. И лучше всего письменно. На каком основании, почему или отчего такие выплаты. При оказании коммунальных услуг с вами в обязательном порядке обязаны заключить письменный договор на оказание коммунальных услуг. И где подробно расписано, какие виды работы услуг за ваши деньги оказывает. Форма этого договора, содержание вернее, предусматривана, ну вот последние мне приносили несколько, от 9 до 10 страниц текста, где подробно расписано, какие параметры теплоносителя, температура, давление, перебои. Когда у вас должны проводить профилактику, так называемый осмотр вашего системы отопления, чтобы исключить аварийные ситуации. К сожалению, квитанции, которые выплевывает КВЦ, высветают. И поэтому не стоит удивляться, если через год или два к вам приходит уведомление, что вы должник. И ссылаются на старые счета, квитанции которых давно выброшены. Поэтому, повторяюсь, требуйте заключения письменного договора, сохраняйте квитанции об оплате, поскольку из года в год сфера ЖКХ становится очень дорогой сферой. Если мы не будем в том числе контролировать, какие счета к нам приходят или по каким объему, по какой стоимости, мы просто будем обманутыми потребителями. Много внимания сейчас уделяется наведению порядка в городе, но не менее важным остается вопрос уборки в лесах региона. После зимы мусор становится масштабной проблемой. Что происходит в ближайших к Рязани лесах, выясняла Анна Герцовская. Весенним солнечным днем приятно погулять в Солочи, несмотря на то, что у людей сложилось мнение о загрязненности этого места. Но все же остаются участки, где мусора нет совсем. В сосны, свежий воздух и под ногами лишь хвоя. Пройдя по этой тропе, на возвышенности перед рекой становится понятно, что совсем недавно здесь была произведена уборка. Но в ближайшие выходные в Солочи могут появиться люди и отнестись неуважительно к окружающей среде. Мы видели зимой это подростки. Приезжали, жарили шашлыки. Несколько раз. Одни и те же группы. По 20-30 человек. Вот они собрали в мешки, но все и так и бросили. Не все удалось убрать после зимних пикников. Местами в Солочи, особенно во врагах и низменностях, остаются бутылки, банки и даже праздничный серпантин. Мало того, что мусор портит внешний облик этого места, он отравляет жизнь лесным животным. Грязно, конечно. Плохо относятся к природе отдыхающим. Хотелось бы так. Может быть, организовали бы всех нас где-нибудь в ВКонтакте, в группе, там собрались бы. Мы бы приехали, помогли убрать. С удовольствием. Так что некоторые граждане готовы сами вступить в ряды энтузиастов и борцов за чистоту. Люди также поддерживают идею создания народных дружин, которые за небольшую плату будут следить за порядком в часто посещаемой Солочи. С наступлением лета вопрос о чистоте поселка становится острее. Кроме леса, волновать рязанцев начнет и чистота водоемов в округе. Но ведь сами люди и устраивают помойку в красивых местах. Хотя не только граждане, но и их домашние животные любят природу именно за чистоту и свежесть. Как этот японский хин по кличке Тина. Я вообще очень Солочи любит. Ой, как приезжаем, она прям начинает носиться. У меня такой восторг всегда, что мы сюда приехали. Потому что в городе нам, конечно, погулять-то сейчас особо негде, грязно. А тут песок, все быстро высыхает. Очень здорово. Муравьи уже выползают, заботятся о природе. Как известно, они являются санитарами леса. Птицы, такие как дятел, тоже выполняют свои функции. Если столь маленькие существа уже занимаются уборкой леса и оберегают его. Впору уже и людям, имеющим огромные ресурсы, привести легкие регионы в порядок. В Рязани обсуждают создание новых остановок. Мало кто знает, но при необходимости нового остановочного пункта жители областного центра могут обратиться в администрацию города. Подробнее Валерий Седов. Остановите вот здесь. Эту фразу мы частенько слышим в маршрутках нашего города. И это не троллейбус или автобус. Водитель может остановить вам где угодно. Ведь зачем проезжать лишние 100 метров, когда можно выйти около дома? Правда, очень часто именно такие пассажиры создают аварийные ситуации, перебегая дорогу совсем не по правилам. И когда такая ситуация становится нормой, администрация города начала с ней бороться. С 1 января 2017 года останавливаться по требованию пассажира, к сожалению, маршрутное транспортное средство не имеет права. Оно может осуществлять посадку и высадку пассажиров только на установленных остановках, которые внесены в реестр маршрутов. Больше нигде. Но у жителей города давно появились излюбленные места, где они привыкли выходить. К сожалению, эти остановки, попросту говоря, не существуют. В адрес администрации города поступают обращения от граждан. Мы на эти обращения реагируем, создаем специальную комиссию, проводим обследование. И в случае, если все аспекты позволяют организовать, оборудовать, обустроить остановочный комплекс на том месте, которое уже понравилось гражданам, мы принимаем все силы для того, чтобы спроектировать там остановку, сделать заездной карман, установить знак остановки и, следовательно, внести после этого эту остановку в реестр маршрутов. Поэтому простого обращения в администрацию города достаточно, чтобы появился проект желанной остановки. Потому что теперь водители маршруток вот здесь и вон там останавливать не будут. Сегодня в Рязанском театре драмы премьеры спектакля по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Комедию в двух действиях поставил режиссер Карен Нарсисян. Что нового он увидел в знакомой всем истории и какое необычное музыкальное решение наш ролл, расскажет Ирина Ковалева. Классические произведения замечательны тем, что проблемы, которые в них поднимаются, актуальны во все времена. Вот и в пьесе Александра Островского «Не все коту масленица» премьеру, которую рязанцы смогут увидеть на сцене театра драмы, звучит извечный вопрос – любовь или деньги? Ответить на него придется купеческой вдове, которой предстоит решить, выдавать ли свою единственную дочь за богатого самодура или жить по совести, но в бедности. Постановку можно считать классической во всех смыслах. Минимум декораций, никаких спецэффектов, все внимание сосредоточено на героях. И они все очень вкусные, они все замечательно выписаны островски. Замечательный язык, причем язык, тот, на который мы сейчас не говорим, он стилизовал, ну, как бы, я думаю, что он и пользовался тем диалектом, на котором говорили купцы того времени, потому что это такая купеческая среда. Я думаю, что он и пользовался этим диалектом, он где-то его частично стилизовал, но это безумно интересно, вот эта вот музыка русской речи, причем вот такой немножко другой, несовременной русской речи. Хотя мы при этом внутренне старались быть абсолютно современными, но общаться вот на этом языке островского. Несмотря на то, что режиссеру Карену и Нарсисяну Островский был интересен всегда, спектакль по пьесе знаменитого драматурга он ставит впервые. Из всех произведений Александра Островского режиссер выбрал именно это, потому что посчитал его самым сложным для постановки, а значит и самым интересным. Сам Островский о ней писал, что пьеса, в которой нет никаких эффектов, она в общем-то вся состоит из такого, из диалогов, из психологического кружева. Там нет каких-то мощных событий, никто не умирает, никто никого не убивает, никто не топится. Там есть вот эта вот жизнь человеческого духа, шесть персонажей и шесть персонажей, которые находятся в решении своих жизненных проблем. Так что самая главная и сложная задача – удержать внимание зрителей. И с ней режиссеры, актерский состав справились блестяще, несмотря на отсутствие сложных сценических решений. Удалось это благодаря тому, что вся постановка охвачена в первую очередь внутренним движением героев, их переживаниями, эмоциями, страстями, которые моментально захватывают зрителей и заставляют внимательно следить за происходящим на сцене. Ну а тонкий юмор и блестящая игра актеров не позволят зрителям скучать. В области растет количество автовладельцев. В пунктах МРЭО в эти дни ажиотаж. Рост продаж легковых машин только увеличивается. Чтобы точно не оказаться в очереди, сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам пользоваться порталом госуслуги. Записавшиеся через сайт в назначенное время сразу попадают на прием. Есть отдельный зал для пользователей портала. Здесь значительно меньше людей. Напоминаем гражданам еще раз о том, что госинспекция представляет две государственные услуги. Это регистрация транспортных средств и замена или выдача водительского удостоверения. Записаться на единый портал госуслуг граждане могут в любой день, кроме воскресенья. Еще раз напоминаем о том, что по понедельникам мы принимаем граждан, записавшихся через единый портал госуслуг, по регистрации, а также замену или выдачу водительского удостоверения. Не переключайтесь и смотрите во второй половине выпуска. Не спешить со смены резины рекомендуют госавтоинспекторы. В Рязани приступили к санитарной очистке светофоров. И заключенные танцуют и поют. Не спешить со смены резины в зимний на летнюю. Такую рекомендацию сделали сотрудники ГИБДД. О том, почему и какую погоду ожидать в выходные ближайшие дни, знает Наталья Новикова. Не по сезону теплая погода в марте расслабила жителей нашего города. При апрельской температуре воздуха мы забыли о снеге и гололедице. Но природа решила напомнить, что март – это все-таки продолжение зимы. Уже сегодня ночью на территории Рязанской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. К утру субботы столбики термометров опустятся до отметки 0-4, в связи с чем на отдельных участках дорог возможно гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся, но из-за северного и северо-западного ветра воздух едва прогреется до плюс 1-6 градусов. В воскресенье погода будет преимущественно сухой с температурой воздуха близкой к климатической норме. Ночью 0-5 градусов, днем плюс 1-6. А вот с понедельника погода начнет ухудшаться. По предварительному прогнозу, 27 марта ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет усиливаться до 13-18 метров в секунду. Температурный фон существенно не изменится. Ночью минус 4, плюс 1, днем плюс 1, плюс 6 градусов тепла. В общем, теплая весна пока закончилась. А между тем, многие автомобилисты уже перешли на летний режим вождения. Сотрудники ГИБДД порекомендовали рязанским водителям не спешите со сменой резины зимней на летнюю. В неблагоприятных погодных условиях следует вести транспортное средство в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. Помните о своей безопасности, что от вашей ответственности зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Будьте аккуратнее. И не только за рулем, а заодно одевайтесь теплее. Ну а настоящая весна скоро обязательно наступит. Всему свое время. В Рязани приступили к санитарной очистке светофорных объектов после зимы, сообщает сайт администрации города. Уже очистили 12 дорожных контролеров и 26 светофорных объектов. Для поддержания санитарного состояния рязанских светофоров подобная чистка будет проводиться до трех раз в год и только в ночное время в избежание создания пробок. Техническое обслуживание светофоров осуществляется раз в 10 дней. Также администрация будет продолжать работу по замене ламповых светофоров на диодные. Техническое обслуживание заключается в проверке всех режимов работы объектов светофорной сигнализации, длительности фаз, настроек аппаратуры, проверка конфликтных направлений, а также проверка контуров заземления и помывка объектов светофорной сигнализации. Тем временем в Австралии появились женские светофоры. Участники кампании за гендерное равенство добавили юбки к традиционным зеленой и красной мужским фигурам на светофорах. Отмечается, что большинство опрошенных на улицах Мельбурна австралийцев не считают женские светофоры разумной идеей. По их мнению, деньги можно было бы потратить с большей пользой. В Рязани задержали злоумышленницу, подозреваемую в серии мошенничеством с займами. Рязанка причастна к незаконному получению по подложным документам более полутора миллионов рублей. Подробности далее. Сотрудники полиции установили, что 40-летняя Рязанка причастна к незаконному получению по подложным документам займов. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рязанской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по железнодорожному району города Рязани В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности установили, что 40-летняя жительница областного центра, вступая в сговор со знакомыми ей рязанцами, организовала незаконное получение трех займов на индивидуальное жилищное строительство. По предварительной информации, общая сумма займов, которые злоумышленница и ее помощники не собирались погашать, составила 1,6 млн рублей. Полицейские выяснили, что рязанка привлекала знакомых в качестве поручителей и заемщиков за определенную долю от полученных в результате махинации денежных средств. Также злоумышленница брала на себя подготовку фиктивных справок о доходах и свидетельство о собственности на недвижимое имущество, необходимых для получения займа. В настоящее время сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Рязанской области ведутся активные действия по выявлению дополнительных эпизодов деятельности задержанной, а также иных лиц, причастных к преступлениям. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемую взяли под стражу. Всех граждан, которые пострадали от действий данной злоумышленницы, просят обращаться в полицию по телефону 02 или 102 для мобильных операторов. Также полицейские задержали подозреваемых в распространении наркотиков. Оперативники получили информацию от граждан, благодаря чему вышли на трех злоумышленников, подозреваемых в организации двух сетей бесконтактного распространения наркотиков с использованием интернета. Полицейские задержали злоумышленника, когда он забирал из импровизированного тайника закладки несколько контейнеров с порошкообразным и пастообразным веществами. Экспертиза установила, что 30-летний рязанец подготовил для сбыта 210 граммов наркотических веществ синтетического происхождения. Экспертизаторы другой сети распространения наркотиков, деятельность которой удалось пресечь полицейским, успели сделать две закладки и приготовили для сбыта большое количество наркотиков. Всего полицейские изъяли более 160 граммов наркотиков. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. У МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона с призывом, если вам известно о местах, где происходит торговля наркотиками или употребление наркотиков, а также о гражданах, причастных к распространению наркотиков, необходимо сообщить в полицию. Обратиться можно в дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону 270860 или по телефону горячей линии Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД 297220 или 02102 для мобильных операторов. По каждому сообщению будет проведена проверка. Осужденные из правительной колонии стали зрителями необычного тетрализованного представления. Неординарность этого культурного мероприятия заключалась в том, что в роли самодеятельных артистов выступили сами заключенные всех исправительных учреждений области. По смешному я сердцем вли, я по глупому мысли занял, твой иконный и строгий лип, по часовням висел в Рязанях. Ансамбль «Душа» из исправительной колонии номер 2 давно известен в своих кругах. Вокалист и руководитель группы музыкантов сам пишет песни, музыку, иногда создает аранжировки на стихи великих поэтов, как в этом случае. Для конкурса «Поющая душа» он выбрал стихи Сергея Есенина. В его коллективе собрались творческие люди. Музыку и стихи пишет не только он. «Кем я был для тебя? Ангел, демон или то и другое? Я подарок судьбы или тяжкая кара небес? Кем бы я ни предстал, не жалей, что случилось такое? Ведь не всем исполняет маэстро любви полонез». «Я за решеткой, на большую аудиторию, скажем так, освещенно выступаю впервые. Мелкие конкурсы, конечно, были в нашей колонии. Не конкурсы, а просто концерты». «До этого у вас музыкальная жизнь была насыщенная, то есть вы музыкант со стажем, правильно?» «Я убежденный бродящий уличный музыкант. Хотя, но приходилось работать и в кабаках, и в юности выступать на сцене». Группу «Транзит» тоже возглавляет профессиональный музыкант. До того, как попасть в исправительное учреждение, он выпускал диски с песнями собственного сочинения. «Что вам дают занятия музыкой именно в ходе вашего отглавания наказания? Что вам это дает?» «Вы знаете, дает много. Музыка, во-первых, отвлекается от той беды, которая, скажем так, пришла в наш дом. Я имею в виду мою семью. Это первое. Второе – то, что хочется жить. Мероприятие зародилось в Рязани 7 лет назад и с тех пор стало очень популярным среди заключенных. «Помню, сколько стараний сотрудники учреждений пенитенциарных проявляют в подготовке этого конкурса, потому что он действительно рассчитан и апеллирован к душе человека, который вечный, бессмертный. И в любых самых сложных жизненных обстоятельствах именно душа человеку помогает вырастать из каких-то невзгод и вновь становиться человеком». Действительно, дополнительные занятия любимым делом для людей, отбывающих наказание – серьезная мотивация к исправлению. «Основная цель проведения подобных мероприятий является увеличение занятости осужденных в свободное от работы время, для чего создаются различные кружки, которые работают, в том числе кружки вокальные, обучение игры на музыкальных инструментах». Победитель конкурса «Поющая душа» отправится на Всероссийский фестиваль «Калина Красная», лауреаты которого получают в награду «Свободу досрочно». На этом все. Новости смотрите также на сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. От компании «Зеленый сад» и «ПАО ВТБ-24». «ПАО ВТБ-24».